Екатеринбургский театр кукол уже объявил о старте приема заявок. Итак, друзья, у нас в гостях о фестивале, об этом поговорим с заслуженным артистом России, главным режиссером Екатеринбургского театра куколом Евгением Севко и драматургом, руководителем литературно-драматической, драматургической части Екатеринбургского театра кукла Кукол Семеном Вяткиным. Доброе утро, ребята! Доброе утро! Так, ну давайте, рассказывайте, кто не знаком с фестивалем? Ну, есть и такие, если честно. Расскажите, в каком формате проходит этот фестиваль? Уже 20 лет мы проводим этот фестиваль, он вырос. А кто-то не знает. Да, вырос он из фестиваля Большого Урала, он еще с советских времен тянется, это традиция. И он является одним из самых больших на территории Урала и на территории России. Поэтому у нас география огромная, это весь мир. Он международный, поэтому вообще среди участников страны со всех континентов. За эту историю 20-летнюю. Фестиваль проводится раз в два года, да? И каждый раз имеет какую-то... Но все равно определена какая-то ведущая такая тема. Да, конечно. Как в этом году его назвать? В этом году мы решили назвать тему фестиваля «Театр кукол, глагол и образ». Вот такое вот замысловатое у нас название. Сейчас расскажу. У нас каждый фестиваль — это, по сути, маленькое исследование, да? То есть у нас была тема и любовь и смерть, была тема от наивности ребенка к мудрости философа, кукол театра художника. То есть мы исследовали, да? И в этот раз мы решили исследовать драматургию в «Театре кукол». И вот название темы, да, «Глагол и образ». «Глагол» — здесь очень многозначное слово, потому что «Глагол» — это и говорить, это и действие. А образ, потому что «Театр кукол» — это все же визуальное искусство. Конечно, конечно. Расскажите, пожалуйста, как проходит отбор участников, на что вы обращаете внимание, какие критерии, может быть, можно озвучить? Вот, в отличие от многих фестивалей, у нас очень большой такой фильтр, потому что заявок бывает больше ста. Ого! Да, и мы отсматриваем, экспертный совет отсматривает, мы отсматриваем, это и экспертов очень много. Причем не только у нас, они в разных городах, они подсказывают. Вот в каком-то городе очень интересная постановка, посмотрите, высылают нам, мы вместе отсматриваем, потом выходим в онлайн, все собираются, участники. И потом начинается самое интересное, вот в течение полгода идет набор, а потом идет отбор. И когда последний этап, когда нужно объявлять, кто поедет. Вот здесь начинается самое интересное, потому что начинается так, в прямом эфире, как говорится. Мы должны вам, мы вам позвоним. Да, потому что, ну, последний раз это было 52 на 3 дня до приглашения, 2 дня до приглашения 32, 32 постановки, да, из 76, по-моему. И в финале приехали 17, да, вот. Ну, и это очень сложно, и уже попасть к нам, это уже сейчас, ну, как бы... Проблематично. Нет, не то, что попасть к нам, это уже, ну, это уже статус. Да. Я, меня пригласили на Петрушку Великого, о, так вы, значит, это как, ну, в принципе, на золотую маску. Да, да. Золотая маска, ну, не получил ты маску. Ну, ты номинант. Это все равно тоже приятно. Конечно же. С 2002, да, проводится Петрушка Великий, как с каждым годом меняется уровень? Все равно же вы отслеживаете это, видите какие-то тенденции. Внедряют ли кукольный театр что-то вот новое, необычное в своей постановке? Да, начиналось все, ну, мягко говоря, так грустно. Ага. Потому что сложное было время, 2002-й, и не было никаких фильтров, лишь бы приехали. Лишь бы приехали, да. И затем он начал расти, начал набирать популярность среди театров, потому что, ну, съездить к нам стало уже престижно, интересно, потому что нет никакой, мы стараемся быть максимально объективными. И очень важный форум происходит еще, помимо этого, мастер-классы, лаборатории проводятся, и поэтому все едут к нам. И он начал набирать обороты. В итоге мы пришли к тому, что у нас там было 4 заявки, остальных приглашали. То есть сейчас у нас больше 100, и уже мы отбираем. Вот, ну и по поводу лабораторий, да, вот в этом году. В этом году, да, мы проводим лабораторию. Она, собственно говоря, драматургическая, и поэтому во многом определила тему фестиваля. Сейчас идет прием заявок. Вот мы с февраля принимаем заявки от драматургов до июля. В сентябре мы начинаем непосредственно саму лабораторию, которая у нас, финал, который будет, собственно говоря, на фестивале. То есть их могут показать на фестивале «Петрушка Великий»? Там не показать. Там мы, итогом этой лаборатории станет сборник пьес «Пескиной лески», который мы презентуем всем участникам, чтобы вот эти пьесы, которые будут созданы в рамках лаборатории, уже пошли сразу в театр. Не, ну я надеюсь, что этюды там мы покажем. Ну это круто будет. Да, потому что молодой драматург написал пьесу, а мы ее разберем, и вот этими ребятами вдруг раз и сыграем. Классно. А представьте, он как будет рад, и мы будем рады. Да, и... Сколько Петрушки лет? Вот извини, Семен. О, сейчас скажу. Вот именно это. Я помню, по-моему, вообще с детства. Да. Ну, он уже отреставрированный, но больше 30 лет. Ничего себе. В каких спектаклях они задействованы? Ну вот эта «Петрушка» конкретно принимает участие практически во все дня города. Ага, да. По его вот этому, по его маске, есть еще маска, она хранится их несколько в театре, по нему делается как бы наш шаблон, да? В общем, эталон Петрушечной головы. Потому что для площадного театра очень удобно, что она большая в нашем городе. Ну, для миллионника это самотон. Поменьше город, у них поменьше голова. Можете что-то изобразить нам сейчас? Вот прям в экспромте, не знаю, Семен, Джене. Ну, я не знаю. Ну, попробуйте. Ну, что, что. Друзья, спектакль «Петрушки на смерть». «Петрушка и смерть». Петрушка. Как тебе говоришь, лет? Мне больше 30. А часики-то тикают? Часики тикают. Получай. Очень позитивно, что красиво достаточно. Можем развить. А часики тикают? Так, фестиваль «Петрушка и великий» когда стартует? Сейчас вот идет отбор. Да, отбор будет идти до 15 марта 2024 года. А сам 12 фестиваль у нас пройдет с 12 сентября по 16 сентября 2024 года. Так, ну, пока мы ждем фестиваль, собственно говоря, что можно посмотреть в ближайшее время в Театре кукол, да? Ну, у нас Театр кукол традиционно считается театром для детей, но это не совсем так. Мы говорим, что театр для всей семьи. У нас репертуар от 0 плюс до 16 плюс, то есть на любой возраст. Ну, работают три зала, от, как говорится, 0 и так далее. Вот сейчас мы отыграли концерты юбилейные, да, для, в принципе, взрослых. Сейчас программу, но надо смотреть на уралкукла.ру и подобрать под себя, либо под ребенка, по возрасту, посмотрите. Можно выбрать любой спектакль, их там достаточно большое количество, их называть. Вот, а еще у нас в мае переезжают Пермские театр у моста, 6, 7 и 8 мая, так что тоже, вот, собственно говоря, можно посмотреть. Театр у моста приезжает, мы уезжаем на гастроли в Воронеж, и мы как-то меняемся. Ну, хорошо, это хорошо, что театр гастролирует, театр же. Да, и театр не стоит на месте, в смысле того, что мы уехали, но Сергей Федотов приезжает, это же здорово. А потом мы возвращаемся и готовимся к премьере, 27 мая у нас премьера в стороне необычных уроков. Да, белорусская команда приезжает, Игорь Казаков, Татьяна Нарсисян, и вот этот замечательный мультик, где Витя Перестукин с котом ходит, и корова там их пытается съесть. Вот как раз эта история, вот родители, кто помнит, и пусть и дети приходят, мне кажется, будет интересно, там, с новыми формами, да, с видеодизайнами и прочими штуками, можно посмотреть. Все тайны не раскрывайте. Друзья, спасибо, что пришли этим утром к нам. У нас в гостях были заслуженный артист России, главный режиссер Екатеринбургского театра «Кукол» Евгений Севко и драматург, руководитель литературно-драматургической части Екатеринбургского театра «Кукол» Семен Вяткин, также Петрушка и Смерть. Спасибо вам большое. Хорошего дня.